Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Crossout. Добро пожаловать к механикам. Теперь ты один из нас, а значит тебе не придется больше одному колесить по пустошам. Сражайся за нас и зарабатывай в боях репутации. Чем выше репутация, тем больше фракционных наград. В принципе, мне здесь все понятно. И мы с вами, естественно, сейчас отправляемся в бой. Если, конечно, нас туда впустят. Это моя, ребята, машинка. Самая первая. Я только начинаю играть за пулеметом, за дробовиком, за кабиной. В общем, пока мне здесь все непонятно, пойду-ка я в бой. Посмотрю, что она из себя вообще представляет. Игра, ребята, онлайновая, правда, еще в бета-версии. Но, тем не менее, народу здесь уже куча. И возможностей здесь только уже много. Так, смотрите-ка, против кого мы деремся. Не пойму. Ладно, погнали. Ага, вот такая вот у меня машинка. Это мои напарнички, то бишь, это наша команда. Ой-ой-ой, какая неуправляемая. У меня тачка, ребята, не знаю, так и должно быть. Или это у меня так настроено управление. Ну, тут, смотрите, уже что-то стрельба какая-то началась. А где кто, я ничего не пойму. Пока я никого не вижу. Я еду со своим дружком. Ну, как сказать, дружком. Он мне не друг, но по команде получается как карифан. Ладно. Вега-223. Куда он там строчит, я не могу понять. Я лично никого пока не вижу. Все чисто, все гладко. Оу, а вот это, походу, уже вражина. Красная штука, дрюка. Джемми, давайте его разносить. Че он там? Да хорош, Вега, отойди. И дай проехать. Ну, че ты? Да е-мое, ну. В самом-то деле, хорош уже тупить, браток. Не мешай, как говорится, ни себе, ни другим. Давайте сюда прокатимся. Карты. А, вот карта. Ну, как-то она здесь плохо сделана. Что это у нас такое здесь за красная точка? Давайте к ней подъедем, посмотрим. Хик-300. Че? А че случилось-то? Победа. Ну, а на каком основании? Всех завалили, что ли? Я получаю, ребята, очки репутации. Завершить 10 боев в миссиях. У меня такое задание стоит. И мы сразу же, наверное, я не знаю, переходим на следующий бой, как-то получается, автоматически. Через 4 секунды. Металлолом. Никуда не деться без старого доброго железа. Черт подери, не успел прочитать. А почему? Вроде же, как бой должен был начаться. Фракции. Откройте окно фракций. Ну, и что здесь у нас? Фракционное производство. Фракции дают возможность создавать новые детали. Нажмите на кнопку производства. Так, и что здесь у нас? Бесплатно. Арендуйте станок. Хочу, конечно, арендовать. И теперь тут написано. Создайте деталь. Производство требует ресурсов. Пока хватит только на пулемет. Постройте его кнопкой произвести. Произвести, значит, мне надо, да? Пулемет. Ну что ж, давайте сделаем тогда. Да, я хочу произвести. Примите работу. Завершить. Завершил. Примите. Получить, наверное, да? Теперь надо. Ага, получил я какой-то пулемет. 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 Отлично. Теперь назад в гараж. Escape. Чтоб закончить обучение. Чтоб какое-то коротенькое было обучение, ребята. И моя первая награда. Получаю я ее. Наступил новый сезон. И стали доступны новые задания. А старые перестали быть актуальными. Ясно все, короче. Теперь ты готов к битвам в пустоши. И все зависит только от тебя. Сезонные задания. Так. Безумие и отвага. Воля и натиск. Страх и ненависть. Легкие задания. Ну что ж, наверное, начнем. Я так понимаю, мы с вами с легких заданий. Задание выполняется в ПВЕ и ПВП режимах. И это у нас древо заданий. Да, я так понимаю. Приступи к выполнению сезонных заданий. Не забывай возвращаться сюда за наградой. После каждого задания. Текущая миссия. 0 из 7. То бишь 7 заданий у нас получается. Прогресс выполнения 0%. 3 дня, 2 часа, 5 минут. У меня на выполнение всех этих дел. Это у меня что такое? Я пока не пойму. Детали. А это магазин. Йоу. Нифига тут, ребята, танки. Ха-ха. Красота. Неужели на них можно будет ездить здесь? Так. Ну, я даже не знаю, как мне теперь. Наверное, в бой может пойти или что? Здесь я, походу, сделал. Ничего уже сделать больше не могу. Ну что ж, давайте тогда за пулеметом. За дробовиком почему-то мне не дается пока. Закрыто. Рейды. Погоня за грузом. Крепость. Не пойму тоже. И потасовки пока тоже мне не открыты. Только вот одно. За пулеметом. Плюс 50 процентов. 15 штук. Я что-то здесь пока немножко все-таки не врублюсь. Может быть, погоню. Скауты обнаружили место недавнего нападения на крован. Погоня за грузом. Сложность легко. Соперник бешеный. Требуется 3-4 человека и 20 литров бензина. Давайте попробуем. Я не знаю, что у меня из этого получится. Вы, ребята, если что, не обессудьте. Играю в первый раз. Только разбираюсь в этой игре. До начала 8 секунд. Нас четверо. Крепость в блокпост у старой крепости. Поехал. В общем, я, короче, для сброса камеры нажмите Т. Понятно. Ага, собрано грузов. 10 надо собрать. И я уже вижу врагов. Так, один уничтожен. Поехал я за сундуком. Тихо, тихо, тихо. Не шали, браток. Не шали-ка лучше. Так, что мне надо сделать? Овзорвать или как? Как мне его собрать? Так, все, собрали. 25 секунд прибавляется за каждый ящик. Ясненько все. Воу, 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 воу. Тихо, тихо, тихо. Это, я так понимаю, это боты у нас, да? Боты, видимо. Потому что они какие-то туповатые. Но, тем не менее, могут дать жару. Черт подери, мне пока неудобно. Ой, у меня машина уже горит. Ё-моё. Ребята, я, наверное, сейчас отдуплюсь. Ну, одного гаденыша я должен пришить. Да что ж такое-то. Все как-то так резко мельтешит. Но, тем не менее, забавно. Напоминает мне чем-то игру. Да, ребята. Хотел сказать, напоминает мне чем-то игру. Безумный Макс. Если кто в такую играл, то... Понимает, о чем я говорю. Так. Ну что же, ребята. Меня хоть и взорвали, но почему-то я опять могу играть. Играть. Поехал я за следующим сундуком. А здесь он где-то недалеко должен быть. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Родной. Так, а это что там еще за... Эмблемка циркулярной пилы? Диска, точнее, циркулярного. Да что ж такое-то? Какая-то неуправляемая машина у меня. Видимо, самая первая, самая плохая, самая ненадежная и самая легко пробиваемая. Ух ты, а вот эта хороша машинка мне нравится. Есть! Готовчинга. Так, мы забрали груз. Дайте я этого гаденыша прибью, ну хоть одного. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, хорош ты меня, бомбить. Так-так-так-так-так. Немного осталось. Или вот этого... Есть, отлично. Все-таки я вздрючил одного. И опять я горю. Да что ж я такой ватный-то, а? У меня три пулемета, а брони, походу, дела вообще нету. Поэтому меня довольно легко разбирают. И две минуты у нас еще в запасе времени для сбора груза. В общей сложности шесть мы пока собрали из десяти. Давайте-ка, ребятушки, как говорится, будем делать все аккуратно. Что-то неохота мне еще раз погибать. Тихо-тихо-тихо. Как же тебя заносит-то, елки-ты-палки. Ну что ж ты будешь делать, а? Кто там? Ай-яй-яй. Вот это я попал. Вот это попал я, ребята, в передрягу. Давай-давай, проезжай мимо, проезжай. Да что ж там он с кем там дерется-то все? Можно мне из-под тяжка еще кого-нибудь обмануть, а? Ох, как там шикарно вражину подбили. Ой, е-мое, и меня тоже грохнули. Покинуть бой. Нет, я не буду покидать. Купить за 6.72. Недостаточно средств. Понятно. Но зато, смотрите, ребята, я могу... Что я могу? Я могу наблюдать. Нет, я не хочу выходить. Я лучше подожду. Смотрите, тут можно наблюдать за своими же напарниками. Как они продолжают бой. Уже, как говорится, без меня. Причем я могу переключаться на любого. Ты посмотри, этот лежит там, да? Его мочит мелкий. А что, он подняться не может? Я вот этого не понимаю. Машина будет готова к следующему раунду. Это, то бишь, моя, да? Понятно. Тут осталось-то, ребята, набрать нам всего три ящика. Да, офигеть, у него, конечно, тут машина. Такая бандурища. Ёлки-пот, 6 колес. Какая-то пушка у него здоровая. В общем, красавчик. Мощная-мощная тачка. Ничего я не скажу. А этот все у нас лежит. Не пойму я, почему он не может встать. Какой-то нарисованный эмблемчик крана. Видимо, он ждет только... Оу, ничего себе, ты тоже уже горишь. Разнесли тебя в пух и прах. Да нифига там сколько врагов, ребят, вы видели? Там как в саранчаях наплодилось. Так, ну что, вся надежда вот на этого. На этого паренька. Ф3 дотов. Так его звать. Я надеюсь, он успеет забрать два недостающих груза. И я не знаю, что мы за это получим. Все это будет видно потом. Вот, 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 вот. Молодец, подъезжай. Забирай. Так, собрал. И тебе осталось еще, браток, один ящик подобрать. Ты посмотри, сколько их здесь. И все несут туда. Ребята, а вот этот, который на... Циркулярка нарисована. Это, походу, то ли босс, то ли какой-то усиленный враг. Ах, как же они его покромсали. Они ему сбили колеса. Ребята, на чем он едет? Я ума не приложу. А, на двух... А, нет, на трех. На трех колесах. И смотри, что творит. Что творит этот гад? А, черт тебя подери. Да ну нафиг. Так, смотрите-ка. У нас этот ожил. Он, видимо, потратил деньги, чтобы... Как говорится, забрать все-таки этот последний ящик. Воскрешился. Поэтому, ну, этот-то парнишка должен уже выжить. Я, по крайней мере, так думаю. Посмотрите, он здоровый, у него бронит столько... Единственное, конечно, да, что у него одна пушка. Но, тем не менее... Ох, сколько же действительно здесь врагов, ребята. Неужели этот... И этот тут еще. Какой-то босс. Ну, не босс, конечно, но усиленный. И... Есть! Ну, победа, ребята, победа. Что мы за это получаем? Давайте глянем. Ну, понятно, мы получили очки репутации. Причем довольно неплохо. Так, я получал каких-то эмблемок кучу. И 637 очков. Безумие и отвага. Так, вернуться в гараж, да. И что я тут могу в гараже сделать? Ну, давайте на сборку нажмем. Ой! Не то. Не то, ребята, сделал. Это что такое? Я могу снимать, значит, да, здесь. Кузов. И, видимо, что-то вот наверху здесь у меня... Ммм, всякие написаны, что можно сделать, только не могу понять. Ага, вы посмотрите, рама. И еще одна рама. 2 на 4 и 4 на 4. А как? И топливная бочка. Ага, вот я могу, видимо, куда-то эту бочонку присобачить. И что она мне дает? Топливная бочка. Запас горючего или что? Пока я тоже не могу понять. Хмм, и что мне дальше-то делать? Партизан, кабина. Ага, вот я могу поднимать, ребята, камеру, приближать. Ага, вот оно, значит, как все делается. То есть я могу свою машину полностью просмотреть. Ясно. Так, вооружения нету. Только лишь рамы у меня остались. И куда я, например, могу эту раму воткнуть? Рама, по идее, должна быть внизу. На дне машины. По идее, так, да? А как мне туда переместиться, пока не понимаю. Или я должен разбирать здесь кузов, снимать все это, чтобы вначале воткнуть раму, а потом уже все остальное делать. Металлолом, медь, купоны. Пока все для меня это темные леса, ребята. Фракции, производство, магазин, выставка, сезон, склад. Но это мой склад. Фракции, производство. Нужен уровень. Нужен уровень. Чертежи деталей. Пока я сделал. А здесь они не хватает, ребята. Ого! 300 запчастей. Надо, чтобы я смог еще сделать одну пушку. Ха-ха-ха. Все довольно очень так запутанно немножко. Конечно, это со всем, ребята, разберемся в скором времени. Давайте еще сделаем с вами. Есть неприваренные детали. Это что мне? Получается, надо что-то приварить? Хорошо, давайте зайдем где. Я уже и забыл. Так, по-моему, на складе. Нет, склад показывает мои вещи. Вот. Ну-ка, погоди-ка. Вот сюда я могу? Ой, ребят, ну это как-то... Как-то это нелепо смотрится. Рама где-то сбоку. Причем, по ходу дела, кардан это у нас. Я путаюсь. А ну-ка, вниз. Как-нибудь я могу здесь что-нибудь с ней сделать, а? Черт подери. Не в рубли. О, могу, ребята, смотрите. Отлично. Я поставил раму. А эту куда-нибудь могу присобачить? Давайте глянем еще разочек. Так, я могу ее вот сюда поставить. Это будет спереди, да? Будет от этого толк. Ну, в принципе, смотрится как бы неплохо. И вроде бы как все. Больше у меня ничего нету. Баллончик, растворитель. Покрасит деталь. Но почему-то не красит ничего, ребята. Шипит. Шипит-шипит, но не красит. Странно. Почему? Может быть баллончик пустой, а, ребята? Подсунули, так сказать, бракованный. Ну ладно, ребята. Вроде бы как все. Может быть на этот раз меня пустят в бой. Не будут писать, что... Блин, да что ж такое? Есть неприваренные детали. Ох, я же вроде бы как все поставил. Что? У меня там ничего больше нету. Защита крепость. Защита рок-сити. Да, не пускают, ребятушки. Хоть ты что тут делай. Что ж я тут неправильно сделал, а? Блин, я уже и забыл. Все как-то для меня это в диковинку. Немножко непривычно. Путаюсь. Вот они, мои оружие. Вот чертежи. Фракционные, сохраненные. И это моя машинка. Машина новичка, механики. Ясно. Тест-драйв, загрузить. Требуемые детали. Ага, вот, значит, да. Четыре колеса. Кабина. Рамы. Непонятно, там еще Данкрат, что ли, или что-то в этом роде. Сохраненных нету. Комплекты обалденные. Просто комплекты. Вот это тачки, ребята. Ха-ха. Фенрир. Красота. Да, странно. Почему меня не пускает в бой? Давайте еще разок нажмем на сборочку. Глянем, что у нас тут. Меня смущает вот эта, ребята, пушка, пулемет. Почему она у меня красная? Я не пойму, она что, в воздухе висит? Или мне кажется? Смотрите, машину можно еще приподнимать, оказывается. Так, давайте вот сюда ее поставим. Мне кажется, потому что у меня эта пушка как-то стояла не на нужном месте. По центру я ее ровно не могу выставить почему-то. Чтобы четыре клеточки занимало. И именно только две. А нет, вот здесь вот. Блин, вот так вот. А, или вот сюда, ребят, поставить ее, наверное, можно, да? Так вот. Черт подери, да как тебя выставить? Все. Ну-ка, отлично. Все, я ее установил. Да, три пушки у меня. Пускай две будут на капоте. Фиг-то с ним. И одна на крыше. Ну, надеюсь, сейчас-то меня вы... Да не, это мне надо, елки-палки. Где? Где у нас? Ага. Вот, в бой. Пустят? Нет, сейчас на этот раз-то меня. Да, ребята, впустили. Оказывается, действительно была проблема в пушке. Она как-то стояла там немножко сбоку. Захватите базу противника. У нас задание. Я с этой бочкой сбоку. Я надеюсь, она не взрывается, когда в нее попадают. А то будет большой бум. Ладно, едем, ребята. Я даже не знаю, где тут у них база. И едем по красной стрелочке, в общем, которая показывается по карте. Я как... Наверное, как камикадзе еду первый, потому что... Ага, вот, смотрите. Появились враги на карте. Е-мое, тихо, тихо. Не разбивайся только. Шикарно. Давайте вот этого гада Дэвида. Вроде бы как бомб... Нет, не бомбанули. Единственное... Ого, отлично. Единственное, я не пойму, вот это уже реальные игроки? Или это, опять же, боты? Победа? Как быстро? Ха-ха. Даже ничего не понял, если честно. Но для меня это не важно. Главное, что я получаю очки репутации. У меня растет уровень мой. Два задания я сделал из десяти, чтобы получить приз. Так, Мститель, 57 миллиметров. Ага, это баллистика. Это уже пушка, ребята. И бензин. Высокооктановый получил. Ну, я думаю, что... Так, отмену мы не будем. Давайте. Следующий бой, да, у нас? Да, ребята, автоматически перешли в следующий бой. Каньон основателей. Каньон с символами будущего. Ну, что же. Нет, мне, если честно, нравится, как сделана игра. Очень такая... Ну, постапокалипсическое такое время, знаете, когда руины, ничего нет. Люди, машины собирают из говна, грубо говоря. И на нем еще ездят и воюют за территорию. Причем довольно неплохо... Ага, враг. Робин. Робин, тихо, не шали. Не буянь. Шикарно, мы его раздолбали. Одни только куски металлолома валяются. Так, ладно, поехали далее. Ага. Ханах. Вот тебе и ханах, браток. Да выделался. Да, лучше держаться, ребята, группой. Потому что на худой конец можно прикрыть другого человека. Как говорится, или он тебя прикроет в нужный момент. Варрус вместе со мной едет. Или я вместе с ним. Непонятно. Главное, что мы все вместе. И тут я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И как победа. Ну, хорошо, что хоть победа. Блин, я думал, что все же мне хана упал. И не могу встать. Так, следующий бой через 15 секунд у нас начнется. Надо будет просто немножечко подождать времени. И мы с вами снова отправимся в бой. Так, ну что. 7 секунд осталось. Ребята, ждем. Я до сих пор еще за пулеметом. И у нас тут задание, статистика. В общем, мы приступаем к следующей битве. Вот карта. Кладбище кораблей. Поселение в русле высохшей реки. Против них мы воюем. Поехали. Тут надо захватить, ребята, ихнюю базу, я так понимаю. Даже не обязательно их всех уничтожать. Так, смотрите, какая-то речушка. Бывшая, пересохшая. И я уже вижу врагов. Джейми, Никки, там, Мэдисон. Во-во-во-во-во-во-во. Ха-ха-ха. Нормуль. Нормуль, ребята. Тут ничего не скажешь. Поддержка огнем. Давай я этого гада шлепну. Сейчас он дымит, дымит, дымит уже. Йоу, сколько вас тут, а. Есть готовчинка. И еще один Никки. Ну-ка сдохни. Отлично. Сандра. Нежилец. И победа. Ага, значит тут либо захватить базу, либо уничтожить всех. И я, ребята, перешел на новый уровень. Уровень 2 у меня. Новые детали на складе. Хорошо. Не знаю, или в бой идти, или зайти в гараж, посмотреть на эти новые детали. Даже не знаю. Так, помощник. Помог убить 5 врагов. Ага, тут 4. И там не успел я посмотреть. Так, новый уровень. Изотоп. Борт фургона. А, я сразу перешел в бой. Не успел дочитать. Станция. Контроль 17. Бывшая радиорелейная станция. Ага, понятно. Поехали, ребята. Вайп завтра. Что-то там в чате пишут. Вайп это значит полный откат. Еще раз повторю, ребята, игра в бета-версии. Я, честно говоря, не знаю, что здесь вроде выглядит, как полноценная игра. Почему они еще в бете? Хотя, вот если мы сейчас ее как тестим, довольно неплохо сделано. И, как я понимаю... Тихо, тихо, тихо. Адам, Адам, тихо. Нет, это не Адам. Это Алиса. Все, Алисы больше нет. Кстати, да, ребята, у меня камера... Куда я поворачиваю камеру, туда поворачиваются у меня орудия. Машина может ехать в одну сторону, а стволы мои поворачиваются буквально 360 градусов. Ну что же, ребята, на этом я, наверное, буду завершать этот свой коротенький выпуск, свой обзор. А на этом всем спасибо за просмотр, и мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. Если вам понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайк, и мы будем в нее играть, проходить, смотреть, что там будет дальше. А на этом все. Всем пока и удачи, ребята. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok